Хеллоу, господа! А перед началом этого ролика хочу сообщить вам, что в моей группе сейчас проходит конкурс на крутую пацанскую мобилу, на которой будет авторский ролик от меня лично, плюс пожелание автограф и еще пару ништяков. Хм-хм, Сидор обязательно. Ха-ха-ха-ха. Это самый простой подгон, который заценит далеко не каждый, потому потребляди, учитывающий только стоимость подарка, идите нахуй. Откровенно. Так что ценителям пацанского подгона добро пожаловать в группу. Субботу розыгрыш. А сегодня я расскажу вам о некоторых своих самых омерзительных и коварных поступках. Дело в том, что чем популярнее ты становишься, тем больше у тебя появляется недоброжелателей. И рано или поздно представьте себе такую ситуацию. Одна из моих училок, которую я обильно поливал фекалиями на своем канале, создает некий видеоблог, в котором начинает ха-ха-ха разоблачать растенав и все его действия за школьный период. А также расскажет вам то, чего я еще не рассказал. Прикинь? Ох, блядь. Ха-ха-ха-ха. Как же у нее рейтинги пойдут-то вверх? Ха-ха-ха. Но нет, хуй вам темный с красным основанием в руки. Это моя жизнь и о ней буду рассказывать сам я лично. Потому готовьтесь получить сегодня негибическую порцию от никого угара. Ведь об этом я рассказывал лишь однажды, когда на стриме сидело около 30 человек. И как всегда соблюдаем традицию. 10 тысяч лайков и следующий ролик не заставит тебя долго ждать. Тем более, самое сокровенное, сука, от души отрываю. Не жлобись на Лукас. Не надо. О, кстати, бро, там же по ссылке в описании мой твич-канал. И я... Чувствую, что ты не подписан. Подпишись, а? Будь другом. Нет, сука. Я же вижу, что ты даже по ссылке в описании ленишься перейти. Давай сделаем так. Ты сейчас тихонько подписываешься, а я делаю вид, что между нами вроде ничего и не было. Окей? Спасибо. Видишь, вот и порешили. Так вот, начну, пожалуй, с самого юного периода. А именно с лет такси-ми. Вообще, если я стану в одном ролике перечислять, сколько же мы хуйни наделали в своей жизни, то просторов Ютубу, наверное, не хватит, чтобы залить в себя такой неисчислимый поток информации. Потому начну, пожалуй, с самого сочного и закончу компроматом. Школяр Растян редко оставался без присмотра или без дела, потому хуйней страдать редко преподала такая святая возможность. Но, сука, если так сходились звезды, что я один дома, да еще и работы никакой нету, ооо, пиздец. Страдали в первую очередь соседи. А с этого момента по порядку. Одна из соседок – мамка моего одноклассника. Мальчишка Виталька ни рыба, ни мясо. И, кстати, таким он был всегда. С мамкой до 12 лет в одной кровати спал и в ее же туфлях в парашу бегал. Но вина в этом далеко не его, а мамки, которая воспитывала такого мальчишку и, как обычно, запрещала играть мне с ним. И как только я оставался один дома и в этот же день не было на месте соседей, это был пиздос. В первую очередь я залазил к ним в сарай, где несутся куры, доставал все яйца, а курей у них, сука, было дохуище, потому за день или два можно было собрать около 50 и более яиц. Ну и когда я врывался в их сарай, то просто собирал все куриные яйца и отдавал их же свиньям. Охуенный звук, когда свинья жрет куриные яйца, а скорлупа, сука, хрустит на зубах. И так я промышлял несколько раз в неделю. Вот ты только прикинь, за раз свинье скормить, сука, 50 яиц. А хули ей тушка здоровой жрать-то хочется. Должны еще и спасибо сказать, что бесплатно свиней подкармливал. Но как-то раз соседка встретила мою маму и в ходе их разговора я услышал, как та жаловалась на своих курей и их малую производительность. Ну, понятное дело, меня это никак не остановило. Но вскоре меня поймали на горячем и соседка стягала меня какой-то вонючей палкой. И тут, сука, моя месть только начиналась. Как-то раз я нашел у них во дворе кастрюлю с растопленной смолой и щеткой, которой они подводили себе фундамент. И тут я решил привнести в их жизнь немного краски и веселья. И я, сука, разукрасил всю их летнюю кухню этой, сука, смолой. После злодеяний ушел, как ни в чем не бывало, домой смотреть мультики по ТВ. Как спустя полчаса в наш дом начинает стучать соседка и спрашивать, кто измазал ее кухню смолой. Родители меня всячески защищали и, конечно же, в обиду не дали. Но от батя я тогда немного выхватил и больше соседку смолой не красил. Но на этом злодеяния не закончились. И как-то раз ко мне приехал в гости мой кореш Рома. И мы начали с ним испытывать мощь моего нового пневматического ружья. Расстреливали огурцы и помидоры в огороде той же соседки. Расстреляли все, что только можно было расстрелять. И потом Рома вдруг заметил, что у нее во дворе, возле самого сарая, стояли трехлитровые банки, сука, с гниющим молоком, которое там стояло более недели, судя по его виду. Я не знаю вообще, что можно было делать с этим продуктом, но мы беспощадно с моим корешем расстреляли около сорока трехлитровых банок с этим гниющим молоком, сделав в ее дворе просто ад из этого гниющего и вонючего молока. Придя домой, эти крики нужно было слышать. Я с Ромой затаился на втором этаже своего гаража и наблюдал, как она люто ломится в дверь моего дома. Но никого там не было, потому спустив пару же вечером, она начала жаловаться, что у нее есть подозрение, что это, мол, мы из пневматики похуярили ее банки с молоком, из которого она, кстати, хотела делать творог и продавать на местном рынке. Не приведи ситуации вам, сука, наесться такого творожка с гниющего молока. Ой, блядь. Ядерный взрыв аналов вам обеспечим. А еще мы в тот день с Ромой почувствовали себя реальными супергероями, которые спасали потенциальных покупателей от кишечной инфекции гниющим молоком. Вот так, блядь. И прежде чем покупать типа домашний творожок у какой-то бабульки, вспомните вид того гниющего молочка, которое мы с Ромой расстреливали из пневматики. Ну и последний момент на сегодня. Это жестокая пакость в школе и издевательство над одноклассниками. В этом ролике ни в коем случае нет призыва к действию. Просто в свое время я был глуп и необразован, потому готов был на отчаянные поступки глупости. В общем, урок физкультуры мой одноклассник в то время не усмирялся никакими пиздюлинами. Шоха, предатель, доносчики, просто редиска. Ну, в общем, нужно было его как-то, сука, проучить. Ну и собравшись в раздевалке, все понемногу нассали ему в ботинки. Да так немного, что они, сука, были полные. Карл, полные! И не заметить этого, если даже у тебя, сука, катаракта просто невозможно. Короче, чувак приходит в раздевалку, одевает свои ботинки и понимает, что там ебать озеро, хоть рыбу запускай. Короче, бедняга в слезы, классухи. А я с моим корешем в угар. Но недолго музыка играла, недолго фраер зубы скалил. Физрук тот еще пидор взял меня на пон, типа знает, что это я сделал, поскольку меня мои же и сдали. Но никто меня тогда не сдавал, просто все знали, что до такой хуеты может додуматься только растян. И да, главным заводилом подобной дичи мог быть только я. Потому, чтобы не сдавать своих же, я раскололся и откупил чуваку новые ботинки. Хм, эх, молодость, глупость. Тем не менее, это, пожалуй, единственный компромат на меня за всю историю обучения в школе. Но пакости на этом не закончились. Больше всего меня потерпали преподы моей же школы. 10 тысяч лайков и я расскажу о издевательствах над преподами. А приветы в этом ролике получают Илья Савинов, Артур Кучинский и Ростик Левицкий. Делай репост этого ролика у меня на странице ВКонтакте, чтобы получить привет в следующем. И, кстати, за такую историю грехи лайк не въебать. Давай, давай, давай! Субтитры сделал DimaTorzok